Здравствуйте! Долги по зарплате в Пермском крае выросли в три раза. Как сообщает Пермстат, суммарная задолженность по заработной плате в регионе за прошедший месяц достигла 34 миллионов 100 тысяч рублей. Без зарплаты сидят 1054 человека. В расчете на одного работника долг составил 32 300 рублей. Больше всего должны своим сотрудникам строительные организации почти 78% от общей суммы. Чиновники и депутаты отчитались о доходах за 2016 год. Так, временно исполняющий обязанности губернатора Максим Решетников в 2016 году заработал около 5 миллионов 700 тысяч рублей, что на 300 тысяч больше, чем в 2015. В собственности главы региона автомобиль Киа Церрата, две трети доли квартиры площадью 258 квадратных метров, а также два машиноместа. Из депутатов Государственной думы от Прикамья самым богатым стал Александр Василенко. Он задекларировал доход в размере 18 миллионов 900 тысяч рублей. На втором месте Дмитрий Скриванов с суммой в 15 миллионов 300 тысяч рублей. Затем идут Андрей Исаев 6,7 миллионов рублей, Игорь Шубин 5,9 миллионов рублей, Дмитрий Сазонов 4,3 миллиона рублей, Игорь Сапко заработал 4,2 миллиона рублей, Алексей Бурнашов 2,9 миллиона рублей. Годовой доход заместителя председателя правительства России, полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Труднева увеличился более чем в два раза и составил почти 357 миллионов рублей. В прошлом году россияне оставили за границей на треть меньше денег, чем в 2015. В 2016 году во время зарубежных туров граждане России потратили 24 миллиарда долларов. Расходы наших соотечественников посчитали во Всемирной туристской организации. Согласно статистике, экономия началась с 2014 года. Тогда траты были свыше 50 миллиардов долларов. Самыми же щедрыми туристами в мире по итогам 2016 года стали китайцы. Они оставили в других странах 261 миллиард долларов. На втором месте путешественники из США потратили 122 миллиарда долларов. Топ-3 замыкает Германию. Ее жители расходовали 81 миллиард долларов. А вот по индексу туристической конкурентоспособности стран Россия заняла 43 место. Рейтинг составляли специалисты Всемирного экономического форума. В 2017 году они исследовали 136 стран. Оценили их с точки зрения доступности и безопасности среды, цен, политики в области туризма и путешествий, инфраструктуры, природных и культурных ресурсов. Первые места в списке традиционно заняли страны Европы. Второй год подряд рейтинг возглавила Испания. За ней следуют Франция, Германия, Япония, Великобритания, США, Австралия, Италия, Канада и Швейцария. Второй по размеру и самый быстрорастущий рынок Азиатско-Тихоокеанского региона. Авторы доклада связывают это со сдвигом предпочтений в пользу дешевых путешествий. Курсы валют на 18 апреля. Доллар 56 рублей 25 копеек, евро 59 рублей 83 копейки. На этом у меня все. Удачи в делах. Редактор субтитров А.Семкин